Всем огромный привет! С вами снова Вика, очень рада приветствовать вас на своем канале. Сегодня, девчонки, я решила сделать видео о заказе Avon. Еще по второму каталогу никак у меня не было времени снять этот заказ и показать свой малюсенький заказик Evrochem, точнее все, что от него осталось. Тоже делала его еще очень давно. Ой, наверное, в феврале где-то или в январе даже. Вот, поэтому сейчас вам быстренько вот в таком вот режиме покажу. Итак, делала я заказ из-за вот такого вот набора кружек к 14 февраля. Кружки эти шли очень хорошо упакованы в красивой розовой коробочке с сердечками. Упакованы они были отлично, то есть полностью сверху и снизу был... Ой, слово забыло, не поролон. Ну, в общем, я думаю, вы меня поняли. То есть оно все было отлично упаковано, каждая кружечка еще была в пупырчатом пакетике. А в пенопласте вот они были. Очень хорошо все дошло. Но, честно говоря, самими кружками я осталась не вполне довольна, особенно красной. Они мне достались где-то за, по-моему, 300 рублей, по-моему, там акция, в общем, была в каталоге. Нужно было сделать заказ на определенную сумму. И, как бы, если их брать за полноразмерную стоимость, то девочке, я думаю, не следует. Вот красная кружка, она мне намного меньше понравилась. Я не знаю, будет ли видно сейчас таким освещением, но у нее очень плохо приклеены губы. Видите, да, над губой у нее что-то. Вот, и руки как-то не очень не нравятся. Вот, смотрите. Ну, не очень качественно, так скажем, она сделана. Розовая кружка сделана гораздо лучше, может быть, потому что она светлее и не видно вот всех этих погрешностей. Ну, тут тоже, видите, как рука пришита. Вот, и так, в принципе, нормальные кружки, пользуемся ими. Но, еще раз повторюсь, за такие деньги, я не знаю, можно в фикс-прайсе купить тоже какие-нибудь смешные прикольные кружки. Нет смысла тратить столько денег. Пришел мне вот такой вот пробничек в подарок парфюма Черриш. Не пробовала его еще, но на ароматизированной страничке он мне, честно говоря, не понравился. Также я в прошлом заказе вам показывала, что я заказывала шарики для лица, и там должна была идти кисточка вместе с ними в наборе. Но она мне в прошлый раз не пришла, и при том, что не было отмечено никакого номера там, вообще ничего. То есть, ее не было в прошлом бланке заказа у меня. Соответственно, я подумала, что я, может, ошиблась, и вообще, как бы, нужно было как-то отдельно заказывать. Но в этот раз она мне пришла, вот такая вот кисточка была, она упакована обычно вот в такой пакетике. Вот так, девочки, она выглядит. Я хочу сказать, что я немного разочарована. Я ее мыла уже, она у меня, в принципе, не лезла. Но посмотрите, она, во-первых, топорщится. Вот. Я думаю, вам видно. Во-вторых, она, она довольно-таки, ну, вроде как густо набита, плотно, но мне, девчонки, честно, как-то не понравилась. Она какая-то жесткая, видите, как-то портится все. Она жесткая, я попробую ее еще помыть с бальзамом, может, будет лучше. Но пока как-то я вообще абсолютно разочарована. Я думала, буду кисточку носить с собой, для пудры буду ее использовать, но нет, она мне не понравилась. Дальше, и так как я очень давно хотела вот масочку какую-то из серии Natural, так как я их люблю, я в прошлый раз чуть-чуть лоханулась, заказала, в общем, несмываемый бальзам, который мне, к сожалению, вообще не понравился. Я несколько раз его пробовала, не идет он мне. И я, в общем, этот раз заказала, на тот момент она была новинкой, это совершенная гладкость, маска для волос, мед и масло ЖЖБА. Вот таким вот образом выглядит данная маска, очень она густая. Я, девочки, честно, еще не пользовалась, сейчас добиваю те маски, которые у меня стоят открыты. У нее очень приятный аромат, выглядит она, знаете, прям так, как вот белый мед, прям вот такая, так и хочется ее скушать. Но пахнет, я бы не сказала, что она прям медом натуральным, нет. Ну, такой легкий аромат меда есть, но он просто сладкий, приятный аромат. Дальше я заказала набор из трех средств, это была вот такая вот, ой, туалетная водичка, Сентине Эссенс, я выбрала аромат, который фруктовый, вот так вот выглядит пузырек здесь, сейчас я вам скажу, девочки, 30 миллилитров, вот такая вот здесь закрывашечка. Мне он очень понравился, такой вкусный аромат. Вот, он сладкий, очень хорошо подходил как раз-таки на конец зимы, мне он очень понравился. Видите, уже так чуть-чуть им попользовалась. Не знаю, сейчас пока еще прохладно, в принципе, можно пользоваться. На лето, мне кажется, он слишком душлив, хотя я люблю такие вот сладкие ароматы. Дальше в этом наборе был блеск, то есть мы могли сами выбрать аромат, один из трех, блесков там было несколько представлено, и вот так же лак, вон там у меня стоит. Значит, я выбрала вот такой вот яркий оттенок, потому что остальные были какие-то все темные. Этот оттеночек у меня называется Tender Pink. Что-то он не хочет у меня фокусировать сегодня. В общем, Tender Pink, он у меня вот сейчас на сводчике. Это такой лаковый блеск, я очень люблю лаковые блески. Не очень люблю, когда в блеске много блесток, так как у меня много таких. Я больше вот люблю лаковые. Пробовала его наносить на губы, хорошо смотрится, хорошо держится, не подчеркивает шелушение, но он, конечно, на лето, сейчас он слишком для меня яркий. И еще, что я заказала в этом же наборчике, это был лак из серии Гель Финиш. Я его, девчонки, очень хотела именно этот оттенок. У меня есть два оттенка, один синий, второй сиреневый. И вот мне еще хотелось именно этот оттенок, который в русской версии называется Чудо. Вот так вот он выглядит. Камера его сейчас делает немного более фиолетовым. На самом деле он больше такой уходит в лиловый, что ли, в такой розоватый. Очень хороший лак, я один раз его носила. Конечно, для меня, к сожалению, вот эти лаки Гель Финиш не отличаются особой стойкостью. Где-то дня три они у меня хорошо держатся. Оттенок мне очень понравился, клею на него наклеечки беленькие. В общем, я, девчонки, довольна. Все могу посоветовать. Вообще вот эти лаки, вообще любые лаки от Эйвон, мне нравятся. Я ими, в принципе, довольна. И последнее, что от Эйвон у меня было, это был мой подарок от компании. Водичка Always в зеленом оформлении. Я ее не открывала, полностью запечатана. Я прочитала очень много отзывов по поводу этой водички. Кому-то она абсолютно не нравится. Говорят, что, ну, вообще воняет. А кто-то говорит, что это просто блаженство. Итак, девчонки, мой небольшой заказик. Сразу вам покажу за него подарочек. Я, значит, это заказ с лимитками, да, новогодними. Я изначально, как его оформляла? Через почту, то есть через почтовое отправление. Значит, мне пришел бланк заказа. Я хотела его оформить в интернете. Набирался мне, в общем, где-то он на тысячу. Но мне постоянно приходило, что, в общем, недостаточная сумма. Хотя там можно, по-моему, 700 рублей оформлять. Я, в общем, плюнула и заказала просто через интернет. И там в подарок шла вот такая вот бронзирующая пудра. Вот в такой вот коробочке. Значит, это у нас бронзирующая пудра, дуэт, загар и перламутр. Что-то у меня случилось с камерой, совсем не хочет фокусировать. Значит, вот так вот выглядит красивое очень оформление. Оно, конечно, пачкается очень сильно. Здесь зеркало на всю поверхность крышечки. И вот такие вот два оттенка. Серия Кулес Натюр. Значит, вот бронзирующая пудра. Девочки, очень нежная. Тут, кстати, я привет. Очень нежная. Вот достаточно один раз прикоснуться, чтобы она дала оттенок. И как бы вот такой бронзирующий хайлайтер, он больше похож на кремовый. Тоже посмотрите, как он шикарно отдает свой оттенок. Так вот, девчонки, они выглядят на свочах. Ближе ко мне, то есть снизу, да, получается, вы видите, что как хайлайтер, а сверху вот бронзирующая пудра. Такая пудра мне на лето, на август-сентябрь вообще подходит как обычная пудра. С удовольствием буду ей пользоваться. Сейчас заканчиваю свой бронзер от Essence и перейду как раз-таки к этой. Вот хайлайтером я уже несколько раз вот этим пользовалась. Тоже мне очень нравится. Кистью он не так сильно набирается, поэтому, в принципе, выглядит довольно-таки деликатно и хорошо растушевывается. Дальше, что я вам хочу показать, это единственный гель для душа, который я взяла. Я уже много раз говорила, что у меня много гелей для душа, поэтому я себя решила ограничить и взять только один из коллекции красные ягоды. Мне, девчонки, безумно понравился аромат. Он очень сладенький, пахнет действительно ягодками. Я бы не сказала, что малины, к примеру, нет. Именно ягодками я очень-очень люблю аромат таких ягод. Еще и мне пользовалась, будет у меня стоять в запасе. Также в таком же флакончике, 200 мл, я брала, как он называется, молочко для тела из коллекции, вот, как коллекция называется, ягодный блюз, в общем, которая темненькая. Я его понюхала, честно говоря, почему-то я ожидала немного другого. Он мне абсолютно, этот аромат не пахнет черной там смородиной, ну, совсем. Я его подарила своей подруге, вот, так что я без молочка. Значит, взяла я вот таких вот, нужно мне было добить заказ. Это у нас, не знаю, девчонки, что с камерой, это у нас плезирный натюр, коллекция карамельная груша, сахар для ванны, просто взяла, повторюсь, чтобы добить заказ. Три прорубничка, тендер жасмин, который, кстати, мне не очень понравился. Я недавно была в бутике, в Роше понюхала его, нет. Би-би-крем, который мне нравится. И взяла вот такой вот попробовать. Это у нас, так-так-так, черри блум, то есть цветущая вишня, туалетная водичка. Вообще, очень ее хочу, но вот попробую. Я еще даже не пробовала, но я, конечно, уверена, что она мне понравится. Дальше, девочки, у меня вот такой вот бальзамчик, как раз-таки из серии Ягодный Блюз. Это вообще мое огромнейшее разочарование, потому что, девочки, я очень сильно любила раньше вот эти вот лимитированные бальзамы от Ивраше. Этот, вы посмотрите, каким он цветом. К сожалению, когда я заказывала, никаких обзоров не видела, его заказала. И, конечно, я вообще в шоке. На губах он выглядит примерно вот так вот. Вот я сделала его сводч. Притом, что, знаете, девочки, можно было бы, допустим, его наносить на ночь, как я пробовала несколько раз. Но, к сожалению, утром, когда я встаю, у меня очень сухие губы, потресканные, шелушащиеся. Такое ощущение, что он делает еще хуже. Поэтому я им пользоваться не буду. Вот он у меня стоит и стоит. И последнее, что я взяла, это из серии Плезир Натюр коллекция Карамельная груша. Вот такая вот маленькая туалетная водичка. Здесь у нас 25, по-моему, миллилитров. Взяла я именно маленькую. 20, девчонки, 20 миллилитров. Взяла я именно маленькую, хотя я знаю, что не очень выгодно брать маленькие. Но мне нужно было носить ее в сумочке. Мне понравился очень данный аромат. Она мне пахнет грушей. Многие там говорят, что это дюше, что-то еще. Мне конкретно прям вот груша.